Так, вот наконец-то я посмотрел Мост в Торобичию 2007 года. Отличный фильм, просто обалденный. Давайте обсудим его. Допустим, что вы смотрели этот фильм, поэтому можно спойлерить то, что там было. Но мы в любом случае особо в детали погружаться не будем, просто общее впечатление. Итак, как от любого другого фильма, который основывается на литературном произведении, вполне ожидаемо, что у этого фильма есть целостность. Такая целостность присутствует у Моста в Торобичию. Нет или очень мало лишних деталей. Все сводится к чему-то одному. То есть целый час зрителя подготавливают к ключевому событию. А потом рефлексируют то, что произошло. Фильм короткий, и круто то, что они все это уместили так, что оно воздействует, оно впечатляет. И можно придраться к чему-то, например, к видениям детским. Вот эти вот сиджайные картины 3D, какие-то пушистые создания лесные. Вот эти вот лешие тролли, наверное, какие-то мохнатые там волки бегли. И пусть даже и несколько враждебно настроенные, но безопасные. Все это детская фантазия. И она нелепая. И фильм, он причислен в том числе и к фэнтези-жанру, хотя это неправильно. Но коммерчески понятно. Ну так вот, он приписан к фэнтези-жанру, но у этих образов нету почвы под ногами. Это просто нелепые картинки, которые рисует детское воображение. На самом деле я считаю, что это правильно. То, что это сделано именно так. Нелепость детского воображения. В фильме романтизируется детский возраст. И, соответственно, вполне ожидаемо, что если это детские видения, то они будут несколько несуразные. Может, кто-то их не назовет несуразными. Я вот не вижу в них какой-то целостности. Но, еще раз повторюсь, считаю это правильно. Соответственно, здесь внимание заострять не нужно. А нужно заострять внимание на психологии фильма и на том, как раскрывается его название. Мост в Торобитию, что это такое? На самом деле это реальный мост, который был сооружен в самом конце. И когда вы смотрите фильм, вы навряд ли додумаетесь до этого. Вы увидите эту переправу, вот эта вот канатка над ручьем. Вы навряд ли предположите, что именно здесь будет главный замес, который порвет вам душу, все такое. И в этом заключается подвох. Но, еще раз скажу, у фильма главный жанр – это мелодрама. И даже несмотря на то, что фильм повествуется поначалу в довольно легком и ненавязчивом ключе, это не отменяет того, что будет в завершении фильма. Вот. И что еще раз такое этот мост? Это на самом деле траурный символизм. Как оказалось, это чертов гребный траурный символизм. А пацан построил этот мост, чтобы подобное больше не произошло здесь. И это довольно сильно сделано.